В июле этого года губернаторы Ивановской и Нижегородской областей подписали соглашение о совместном ремонте дороги между двумя субъектами. Главы соседних регионов договорились привести трассу в нормативное состояние в течение 2019-2020 годов. Также в планах есть строительство обхода Балахны. Этот проект, насколько я знаю, включен в комплексный план развития инфраструктуры Российской Федерации. Это еще ускорит сообщения между нашими регионами. Уверен, что все это будет на благо жителей наших областей. Будет больше экономических связей, больше рабочих мест, больше просто человеческого общения. Ивановская область взялась за дело немного раньше. В 2018-м отремонтировали автомобильную дорогу от Иванова до Палиха. Сейчас завершаются работы на втором большом участке. У нас подрядчики приступили в сентябре к выполнению работ на трассе Палих, граница с Нижегородской областью. 53 километра ремонтов на этом участке. В настоящий момент два участка было. Первый от Палиха до Мыта, второй от Мыта до границы Нижегородской области. Второй участок у нас завершен полностью. Сейчас идет приемка этого объекта, включая обустройство пути, все работы выполнены. По первому участку в настоящее время основной ход дороги завершен, съезды примыкания выполнены. И выполняется обустройство пути, установка знаков. Завершает нанесение разметки. А качество мы удовлетворены. Это одна из самых лучших с точки зрения качества дорог в регионе в этом году. Это один из немногих объектов, где подрядчику не пришлось ничего переделывать. Установку дорожных знаков завершат в течение недели. Что нового в этом году у нас получилось по строительству автомобильных дорог? Значит, была применена желтая разметка, что позволяет в ночное время водителю видеть дорогу более качественно. И при приемке участков дорог примена автоматизированная техника, которая принимает ровность, уклоны, как проезжей части, так и обучен. Таким образом, Ивановская область свои обязательства по приведению трассы в нормативное состояние выполнила. У Нижегородской области на будущий год перешло 20 километров. Общий объем инвестиций в качественное автомобильное сообщение между двумя регионами составил полтора миллиарда рублей. Днем ранее руководство профильного департамента проинспектировало ход ремонтных работ на другом крупном участке трассы Иваново-Кинишма. Там дорожники тоже на финальной стадии. Особое внимание уделили одному из самых аварийных перекрестков Иванской области круговой развязки в районе Вичуги. В центре кольца появится насыпь, на которой большими буквами будет выложена Вичуга. В темное время суток предусмотрена подсветка. Этот разделительный островок, он разделяет движение полосы. В основном были аварии, с горы летели машины со стороны Иваново на Кинишму и бились вот здесь барьерные граждения. Если вы помните, оно было все помято. То есть теперь мы полосы разделили, исключены теперь и встречные удары, лобовые столкновения, ну и снижение скорости соответственно. Есть объекты, на которых и в ноябре ремонты в самом разгаре. На будущий год практически ничего не переходит. Также участок реконструкции улицы Ивановской на выезде из Кохмы. Там порядка 70% завершения работ на сегодняшний день. Ну, также мы успеваем в графике этой реконструкции. Улица Стангостроителей в городе, капитальный ремонт улицы Стангостроителей. И вчера мы подписали контракт на строительство участка дороги от аэропорта до улицы Стангостроителей. Это новая четырехполосная дорога, переходящий объект. В этом году мы его начинаем, подрядчики приступают к работам. Задача на будущий год – нарастить объемы ремонтов. Итоги этого строительного сезона департамент дорожного хозяйства обещает подвести немного позже. Прежде нужно сделать работу над ошибками. Есть претензии по качеству. Подрядчики разные, и результат их работы не всегда хорош с первого раза. Приходится переделывать. Причем лично губернатор не единожды указывал на ляпы. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.